Валерий Константинович 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 есть такая так так меня интересует пока пока только только фото интересует пока то есть мы не будем о нем беседовать вот я хочу чтобы посмотреть что за чудо я же любопытный как как ребенок так погодите мы можем с вами до бесконечно листая фотографии пока непонятно я еще видят я вот вижу я вот вижу маленькие ягодки этого растения они при употреблении человеком расширяют сосуды головного мозга обеспечивая мозг кислородом вот-вот кто чем не не хватает а плоды вот я вижу плоды они съедобные плоды но их раньше динозавры ну а потом вымерли они не из-за того что они плоды ели из-за того что у них климатические условия и плоды съедобные или нет плоды человеком насколько мне известно не съедобные так ладно используется отвар и будем жевать параллельно с этим я начал потихоньку экспериментировать совсем что можно было и начал не могу не сказать про случаи с персиками однажды на сахалине есть определенная проблема с фруктами они не всегда качественные и однажды я случайным образом на рынке моткнулся на плоский персик плоский персик он был самым сладким персиком который я пробовал в своей жизни и я эти семена которые значит у меня остались я их начал собирать так минуточку перебиваю еще ищу плоский персик усите меня не бывает пустых разговоров сплошная учеба так минуточку минуточку и я набираю мне неудобно из-за этой камеры сейчас так набираю набираю фото персик слушайте мне вот бог пошел меня там не такое настроение было паршивая из-за этого персик плоский я вам тоже когда вы мне будете заказывать но за деньги так фото персик плоский есть такое да и уже складировать удобно завяжение я встречал я фотографии встречал ой какой плоский ой какой красавец еще и вкусный да я вернулся на рынок еще два раза потом и пока не насобирал там семян 20 они привозные были импорт откуда-нибудь импорт конечно не тогда проблемы я думаю что турция или что такое ну давайте я так все полюбовались на персик не надо было это говорить про него все дальше поехали нормально нормально 20 семян этих насобирал и дождался осени и осенью посадил землю я специально сконструировал грядку то есть но как бы у меня просто на поверхности земли я сверху засыпал эту грядку на перри молотой а перри молотыми ветками порубочные остатки вот делал обрезку всяких на веток лишних там что попадал еще сберется так далее все это переживал специальный такой садовым излечителям и засыпал значит эту площадку вот этими этим материалом на него накидал а вот законского и там в перемешку с теном что под руку попалась такси она да так скажем покрыл почву замульчировал еще тогда называют ее садоводы и в эту почву осенью я посадил эти 20 косточек на следующий год я ходил и медитировал вокруг этой грядки и ничего не было и я ну я не расстраивался и даже хотел эту грядку ликвидировать но решил подождать и через год у меня в июле июле июля не июнь а июль месяц в июле начали появляться сходы персиков и причем из 20 семян взошло только три персика и эти персики они были не настолько так скажем да не вызывали какого-то доверия то есть я думал что они померзнут у меня и не погибли но не погибли и следующее в следующем году даже на одном персике боковой прирост дал новые приросты на веточек и сейчас этот персик примерно мне по грудь вот эти три персика кроме этого я туда садил еще и абрикосы абрикосы мне гостинцам из питера прислали это какие-то южные там абрикосы очень сладкие но вот они тоже по всходили но с ними немножечко другая ситуация они гораздо меньше по размеру на сходили они абсолютно также как и как и персики то есть через год после посадки и они сейчас меньше по размеру и такие хиленькие вяренькие но они южные то есть это сорт это очень крупный абрикосы которые были очень сладкими и примерно тоже там 20 косточек у меня около четырех косточек взошло скажите вам не кажется что это я почему перебиваю надо чуть чуть быстрее и мне приходится вставлять реплики почему вот смотрите вы абрикосовые кости в эту же самую приготовленную почву перегной это вам не кажется все-таки вы ближе к этому я имею общее понятие что попав под внутрь почвы под нижний слой почвы идет процесс естественно разложение древесины но с окислением почва становится с очень низким порошом а это уже противопоказано абрикосом но я так не пробовал но вам такая мысль не приходила в голову что причина не в схожести второй год это роскошь ждать 2 года получать еще хиленьки вам не кажется что это надо привести даже слушать будут сотни тысяч вот что этот пример надо привести как то например пробная попытка а давай-ка я попробую измельчать как там хольцер усил а железов считает что окисление это противопоказано абрикосом особенно а персики все равно это получились я понимаю о чем вы говорите по поводу кислотности для абрикосов для меня был знаете такой больше экспериментальный путь да то есть я я вот ну как садовод я вот впервые начали такие вот проводить эксперименты и я вот так скажем попробовал создать некие схожие условия с природными но есть под веток например да вот в природе на его тону опал да туда попал значит абрикос вот эта косточка там зашла должна выживать существовать и вот примерно вот таких позиций я рассматривал и мне конечно конечно же очень интересно посмотреть насколько на не цели до тех грибов которые разлагают древесину они насколько они способны так скажем воздействовать на растение на при этом я не рассматриваю какие-то конкретные там виды я просто садил косточки вот те которые попадались не под руку и смотрел что из этого выйдет безусловно в дальнейшем можно анализировать этот вопрос и уже использовать его целенаправленно там да понимая что там например да ну для если вот я захочу например выращивать персики конкретная абрикосы я уже буду подходить к этому немножечко иначе но в тот момент когда я садил я не преследовал цели получить прям вот какое-то плодоносящее дерево я хотел посмотреть насколько этот организм да вот это вот абрикос или там персик они смогут вообще взойти смогут ли взойти вот эти вот южные сорта у меня на участке меня не смогли да конечно в процентном соотношении но они смогли и меня это радует и я собираюсь этим пользоваться помимо вот этих вот вещей которые я вам сказал про кинка там за вот о персике абрикосы на у меня вот есть такой вот интерес к азот фиксирующим деревьям это рабини это карагана это различные другие да вот бобовые именно древесные формы растений потому что древесные формы растений формируют лес и а в лесу уже потом начинает так скажем создаваться определенная экосистема основе именно древесных растений поэтому я вот экспериментирую с бобовыми растениями у меня на даче растет растет мыльное дерево это кентукийское кофейное дерево бундук бундук канадский алло алло слышно меня да у меня растет бундук канадский у меня растет сафора японская у меня растет галидичи трехколючковая у меня растет рабиния вискоза вот это вот розовая такая вот есть рабиния псевдо акации вот она белая а вот это вот рабиния она розовая у меня растет церсис канадский это вообще уникальная для меня вот она по-другому у него сердцевидные листья одинарные несложные а вот одинарный лист сердцевидный какой-то у липы там на сердцевидный только больше вот тоже бобовое растение обалденно цветет но у меня пока не цветет она просто вот растет у меня растет ли она это глициния тоже бобовая то есть ну вот примерно такие виды на бобовых растений у меня произрастают у меня есть интерес к тому чтобы изучать их корневую систему и рассматривать ее с точки зрения образования от клубниковых бактерий и вот этой возможности с сочетанием плодовых деревьев вместе с бобовыми так дальше я должен перебить смотрите осталось восемь минут мне что нужно чтобы это закрепилась не осталось только между нами двумя я жду так как бы начинаем уже закругляться объясню почему мне от вас нужно но я запомнил алексей михалыч так леонов тезка по моему а леонтьев тогда значит тезка тезка валерия поэтому мне что нужно от вас допустим вы мне даете полное данное допустим кто-то послал этот фильм напишет мне хочу присоединиться уже не к железовому так как леонтьеву хочу за это такой же экологически вы не зря сказали не сад а лес вот чтобы я мог дать ваши данные тарас вот просто я как этот как телефонная станция передать кому-то данные чтобы кто-то с вами напрямую связался так по принципу хлопцы губ до кучи вот вот этот момент так теперь значит интересен потом значит на сахалине живет шаламай вот фамилию за только запомнил подчеркиваю в теплице вырастил мои персики увеличились благодаря как я понимаю заложенным в их программе культурным качеством увеличил он их в четыре раза плоды так подробнее говорить не буду а он тоже на сахалине вот он хлопцы губ до кучи напишите мне дайте данные шаламая дам вот потому что знаете может в соседнем дворе откуда я знаю вот вот этот момент важный так потом еще что значит на сахалине есть еще несколько моих учеников последователей так я всегда говорю так вот у меня получилось там костромской области брат мои абрикосы дополношения довел из косточек я говорю так ты теперь смотрящий за северо-востоком то есть за северо-западом вот теперь на дальнем востоке тоже смотрящий вот то есть понимаете нам нужно расширяться в каком плане и единственное что у меня правда заканчивается время я хотел самое главное сказать значит я бы наверное не стал бы сильно надеяться на такое содружество есть понятие содружества растений содружества трав это была страшная ошибка когда ее внедрил сознание людей в игре не будучи абсолютно ни садоводом ни огородником ну где-то угадывал небо посмотрит содружество содружества и люди начали этим содружеством заниматься в результате у них получилось не нет ни овощей ни фруктов вот я просто хочу что сказать я бы все таки вот вы знаете алексей нас мало садоводов так мало что на 99 процентов за рынок завален этим самым импортом причем отравленным а вот это увлечение оно как вот вы сейчас представляете собой если в организацию наверное на сахалине есть научная организация вот это одно надо развиваться надо развиваться потом какие-то наработки передавать нам стадо но если вы это делаете как частное лицо так то тогда вся ваша вот это все уйдет если мои наработки никому не нужны и ваши будут никому не нужны есть второй вариант чистый сад чистый вот то что положено расти но это я свое мнение вы что вы высказали вот вот представим себе участок распахали там или не распахали скосили что на нем положено расти то вырастет само так плюс мы должны адаптировать туда а то что невозможно в одном казалось бы флаконе сухоустойчивый абрикос значит любящая сырость слива сухоустойчивая груша яблоня который любит сырость и все рядом садим да и совсем хорошо было вот и получается так что готовите почву под одно другое не приемли наоборот мое мнение оно касается так принцип один посадил не задумываясь о том о последствиях будет азота содержащие нас этим не нас этим бактериями так далее посадил и посмотрим что будет там где на площади должна разместиться сто растений посадили тысячи так как я начинал 1500 кошек посадил 170 пошло зато их уже ничем убить было невозможно пробовал вырубал топором бесполезно вот коротко я это самое высказал свое мнение вот чуть-чуть бы вас как вверх вы правил вы самостоятельная личность вот у вас два образования так и получаешь и получается чуть не сказал еще и коридор на это уже по привычке это у меня образование как бы коридор я в металлург и вот получается это про себя получается так вот чуть-чуть бы вот в этом направлении по принципу спора посажу а потом причем именно плодово именно сразу роскошные вас персиком спасибо получилось если бы не вот это вот самая ваша подстилка которая наверняка то это не дала им расти отравила а если сразу вот как есть они сами выберут этому что положено дома он вырастет 2 сдохнет дочерси вот вот об этом подумайте может быть все таки с чистым садоводом стать потому что садоводство которое я пропагандирую вам понравится к тебе она подразумевает практически полный отказ от ядохимикатов а вы колок ну мы получается братья с вами вот там бы только еще бы в найти общие точки соприкосновения виде вот этого сама с селекционный сад подразумевает не делать ничего вот не получается и доходы потом потом доходы вас пойду вот у меня количество питомников растет настоящих так осталось полторы минуты так спасибо вам все скажете то скажете момент резюмируем можно вот и хочу давайте я я сейчас разработал проект определенный да на подачу грантовой поддержки я хотел бы у меня есть брошюра которую я составил в качестве приложения документации я хотел бы вам прислать эту брошюру чтобы вы ознакомились просто имели представление может быть более детально о том что представляет собой проект обо мне как авторе этого проекта у меня есть отзыв от ботанического сада нашего по конкретным ландшафтным формам которые я хочу организовать на этом проекте и соответственно по тем видам растений которые я хочу выращивать тот опыт который я получил выращиваю растение он тоже в этой брошюре в этом экстрементном заключении от ботанического сада он там указан вы просто как как человек да для меня авторитетные с точки зрения опыта и вообще вы даете мотивацию то есть я прочитал ваши книги я просто убедился том что я правильно двигаюсь я правильно мыслю и вот вы как мысленик и мне очень приятно что так свела судьба что нет эти книги попали я их прочитал и я понял что все делаю правильно в плане да есть и осталось 20 секунд я вам пришлю этот материал только просьба на мой электронный адрес на ватсап не читается ничего я тут то уже смотрю соской слезы посадил зрение а ватсап вообще для меня уже запрет